Официально всероссийский турнир по волейболу проводился уже в пятый юбилейный раз, а в Поливском он проходил второй год подряд. Очень нам понравилась именно инфраструктура спортивного зала, встреча, болельщики, то есть сам город, приятная обстановка здесь. Организаторы турнира каждый год стараются приглашать для участия только сильнейшие коллективы, постепенно расширяя географию соревнований. Например, в этом году участие здесь приняли семь коллективов. Две команды представляли Тюмень и по одной от Екатеринбурга, Новоуральска, Сургута, Челябинска и Поливского. Детский волейбол, чем в отличие от взрослого, он более эмоциональный, он более живой, он более интересный. Здесь, если взрослый волейбол это классика, как теннис, который надо смотреть и наслаждаться, то детский волейбол это больше переживания, эмоции, страсти на площадке. Изначально выделить кого-то в фавориты было довольно проблематично, поскольку команды примерно одного уровня. Все должно было решиться на площадке в очных встречах соперников. Самое досадное для поливских болельщиков заключалось в том, что наша команда по объективным причинам выступала не сильнейшим составом. Наши шансы поучиться. К сожалению, проводим турнир в такое время, когда сейчас идет такой вирус, состав в половину, просто нету детей. К сожалению. Ну, будем бороться. Нету основных игроков, будет трудно, но будем стараться. Всероссийский турнир всегда проходит дружеской обстановки. В этом и главная идея его проведения. Чтобы девчонки, помимо получения драгоценного игрового опыта на волейбольной площадке, также приобретали и новых друзей за ее пределами. По оценкам многих тренеров, волейбольные турниры такого уровня в России практически не проводятся. В итоге упорнейшей борьбе поливчанки заняли второе место на турнире, уступив лишь сверстницам из Челябинска. Замкнули тройку девчонки из Тюмени. У нас ни один ребенок не остается без награды. То есть мы ежегодно награждаем всех участников турнира, начиная с команды, занявшей последнее место, и заканчивая тренерами-преподавателями, судьями. Не забываем никого. И хотим, чтобы так и впредь было, чтобы дети больше занимались спортом, шли в спортивные залы, вели здоровый образ жизни.